Приветствую вас, друзья. 11 июля 2023 года был принят закон о цифровом рубле. Основные положения этого закона вступят в силу уже с 1 августа. И нельзя сказать, что это что-то новое для нас с вами. Закон, в принципе, достаточно ожидаем, поэтому никакой бурной реакции не вызвал. Но тем не менее, мало кто понимает, что вообще из себя представляет этот самый цифровой рубль, стоит ли его бояться и вообще нахрен он нужен. Вот сегодня попробуем с вами во всем этом деле разобраться. Выясним, что такое цифровой рубль, что с ним можно и что с ним нужно делать, какие есть плюсы и минусы для нас с вами от внедрения этой системы. Ну и, конечно же, попробуем выяснить истинные причины введения цифрового рубля. С вас, как всегда, лайк, подписка, несколько слов, комментарии. Поехали! Начнем с того, что цифровой рубль это третья форма рубля. Сейчас у нас есть наличные, это банкноты и монеты, безналичные, деньги на счетах и картах, а также в дополнение к ним появится еще одна третья форма – цифровая форма нашего деревянного рубля. Технически он представляет собой уникальный цифровой код, который хранится в электронном кошельке на специальной платформе центрального банка. Операции с цифровыми рублями также будут проходить на этой платформе. При этом доступ к цифровым кошелькам будет через привычные нам дистанционные каналы, а именно мобильные приложения банков и интернет-банкинг. Стоит отметить, что это не замена каких-то там цифровых, либо бумажных носителей, это дополнение. Цифровой рубль создается прежде всего как еще одно средство для платежа и переводов. Поэтому в законе закреплено, что в цифровых рублях нельзя будет открывать вклад или получать кредит, а проценты на остаток средств в цифровых кошельках начисляться не будет. Можно ли цифровой рубль назвать криптой? Ну, в полном смысле нет. Потому что есть здесь принципиальные вещи, которые отличают цифровой рубль от крипты. В первую очередь это наличие эмитента. У криптовалюты нет эмитента и не существует единого центра. Для цифрового рубля эмитент есть. Это Центральный банк Российской Федерации. Да, в технологиях цифрового рубля должна применяться или применяется система реестра, распределенного реестра или, попросту говоря, блокчейн. Применяется ли она в этот раз? Тут, честно говоря, вопросы. Мы к этим вопросам еще вернемся. Что можно будет делать с цифровым рублем? Ну, по большому счету, почти все то же самое, что и с обычными рублями. Бумажными или безналичными. Но для начала стоит понять, что в схеме взаимодействия между людьми и организацией цифрового рубля будут задействованы уже имеющиеся коммерческие банки. Соответственно, открыть цифровой кошелек и в дальнейшем пользоваться им можно будет через любое мобильное приложение банком, клиентом которого вы уже являетесь. При этом стоит отметить, что сам кошелек и средства на нем будут находиться на платформе Банка России и не будут привязаны к какому-то конкретному банку. То есть открыть цифровой кошелек вы можете, например, через Бербанк, а проводить операции или иметь доступ к своему же цифровому кошельку можно будет через приложение от ВТБ. Средства не будут относиться к коммерческим банкам, они будут относиться, цифровой рубль, к Банку России. Если у вас есть безналичные рубли, например, на счете в банке, их можно будет обменять на цифровые рубли в соотношении один к одному. Делать это можно будет через привычное мобильное приложение Банка без комиссий. Если же у вас есть наличные деньги, то вам нужно будет сначала положать их на ваш счет в банке через банкомат или кассу Банка, а потом поменять все это дело на цифровые, опять же, через мобильное приложение. Обратно процедура проводится все с точностью до наоборот. Можно будет кому-то еще перевести цифровые рубли. Можно это будет сделать также через приложение Банка. Банка там, в принципе, примерно так же, как и при переводе через СБП. А еще можно будет оплатить покупку. Для этого надо будет считать QR-код и в качестве средства платежа выбрать цифровой рубль. Позже ЦБ обещает внедрить систему NFC. То есть, в принципе, можно будет, наверное, с телефона пинь и все рассчитались. Но это пока в планах. Что касается кладов, кредитов, процентов на остаток, все это в случае с цифровым рублем исключено. Потому что, когда вы открываете, например, депозит в Сбербанке, то банк берет эти деньги и кого-то кредитует, зарабатывает на этих денег, пускает в оборот. И, собственно говоря, с этой прибыли платят вам проценты. Центральный банк Российской Федерации этим не занимается. Поэтому проценты, кредиты исключено еще на стадии формирования. Хорошо, но зачем в таком случае цифровому рублю вообще нужны банки? Банки здесь выполняют две важные функции. Первая – это идентификация клиента. И вторая – это его привлечение. ЦБ в этом плане не работает. Но мы с вами должны понимать, что банк – это только интерфейс. Вы заходите, открываете кошелек через приложение банка, но сам кошелек и цифровые рубли, находящиеся на нем, размещены в центральном банке, а не в коммерческих. Правда, в этой же системе из-за банков есть серьезный изъян. Оплата цифровыми рублями без наличия интернета сейчас невозможна. Вообще-то, в концепции цифрового рубля банк во всеуслышанно говорил, что мы можем переводить без наличия интернета. Но сейчас это невозможно, потому что вы просто не сможете открыть приложение своего коммерческого банка. В будущем ЦБ это планирует исправить, но пока даже близко не видно каких-то технических решений в этом направлении. Теперь давайте поговорим о страшилках. Страшилок много, недоверия тоже много. Это все понятно, особенно последние лет пять доверие, мягко говоря, ко всем государственным структурам было подорвано. Но первая страшилка, она звучит так, что нас всех ждет тотальная слежка за гражданами и их финансами. В ЦБ говорят, что объем информации о гражданах при операциях с цифровыми рублями не будет превышать объем информации, который уже установлен по операциям с безналичными рублями. То есть никакой другой, большей слежки, чем уже есть сейчас, нас не ждет. Ну, как минимум по заявлениям ЦБ. Еще одна популярная страшилка заключается в том, что скоро отменят все другие рубли, будет только цифровой рубль, ни бумажных, ни безналичных. В общем, возьмут нас вот под такой цифровой колпак. ЦБ на это говорит, что сейчас, если вы не хотите переходить на цифровую рубль, то у вас никто не обязывает. Граждане, как и сейчас, могут выбирать самостоятельно, какую форму рубля использовать. При этом, если вам кто-то, например, переведет цифровой рубль на ваш цифровой кошелек, то вы их тут же можете перевести на свой банковский счет. Можете даже снять наличку и, в общем-то, вообще по барабану. Ну, так сейчас заявляет ЦБ. Как оно будет, мы можем фантазировать на этот счет как угодно, но вот пока что имеем, то имеем. Ну и, собственно говоря, давайте к главным вопросам интересным. Зачем тогда нужен цифровой рубль, если, в принципе, схема оплаты точно такая же? Покопавшись во всем этом материале, я хочу сказать, что введение цифрового рубля даже на данном этапе больше дает плюсов государству, нежели, собственно говоря, гражданам или бизнесу. Если глобально говорить, то, конечно же, для государства это контроль денежных потоков. То есть ЦБ будет как бы видеть все, что творится в кошельках людей и организаций. Но чтобы граждане пользовались цифровым кошельком, надо, чтобы это было выгодно для них, чтобы они туда пошли. Мало того, чтобы было выгодно, так еще чтобы доверие к этому цифровому кошельку было. А с этим у нас проблемы. Но давайте вот взвесимся за и против. Начнем с положительных качеств. Какие плюсы нас ожидают, если и не если, а когда цифровой рубль введут, так сказать, полноценно? Ну, во-первых, это снижение издержек. Это действительно плюс. До 300 тысяч рублей в месяц можно будет переводить без всякой комиссии, а если больше, то комиссия существенно ниже, чем в любом сейчас коммерческом банке. Это, конечно, хорошо. Но, откровенно говоря, это не такие большие объемы, чтобы было сильно уж выгодно. Возможно, для организаций, да, как посчитали некоторые агентства, например, ритейлеры будут экономить не менее 80 миллиардов рублей в год на снижение транзакционных издержек. Но 80 миллиардов рублей в год для всего сектора ритейла это, на самом деле, не так уж и много. И, возможно, не все готовы пожертвовать прозрачностью за такие относительно небольшие деньги. Есть еще один плюс. Это создание смарт-контрактов. Например, вы заказали себе изготовление, не знаю, бани построить, да, вы заключаете смарт-контракт через цифровую рубль, и вы вроде бы перевели эти деньги, да, они у вас как бы есть, это видит производитель, но он их не получает на свои счета до тех пор, пока, грубо говоря, не будет сдан объект. Здесь тоже ничего нового, потому что смарт-контракты существуют, да, и банковские ячейки существуют, сами смарт-контракты уже существуют, поэтому никакой инновации здесь нету, так что плюс, да, но плюс сомнительный. Кроме этого, цифровой рубль может помочь обходить ограничения при заграничных расчетах. То есть, грубо говоря, обойти вот ту самую блокировку в SWIFT, здесь, да, плюс, но пока большие вопросы, как это будет выглядеть, потому что надо, чтобы на той стороне кто-то цифровой рубль принял, здесь тоже, как идея, хорошо, но, знаете ли, с 1 августа уже вступает положение, так что время для идей точно прошло. Давайте теперь о минусах. Первый минус, который приходит на ум, это банки, которые будут терять прибыль. Да, то есть все те, кто уходит от банков и уходит в сторону, значит, цифрового рубля, теперь банки не будут зарабатывать на этих денег, а значит, банки могут потерять, как посчитали уже, до 250 миллиардов рублей за 5 лет после того, как цифровой рубль будет введен в эксплуатацию, что называется. Второй минус, и, как мне кажется, очень серьезный минус, который прям будет отталкивать от использования цифрового рубля, это отсутствие всяческих процентов. Цифровой рубль, так же, как и любой другой рубль, будет подвержен инфляции. И технически, что вы держите цифровой рубль на счете в Центральном банке Российской Федерации, что вы держите бумажный рубль в банке, возможно, в Центральной банке вашей квартиры, и те, и те рубли будут подвергаться инфляции и будут дешеветь с каждым днем. Так что цифровой рубль, это по большому счету только лишь средство платежа и средство расчетов. Это не средство сбережений и средство накоплений. Это огромный-огромный жирный минус. Теперь давайте подумаем и сделаем выводы, к чему все это дело может привести. Вы тоже, кстати, можете высказать свое мнение. Комментарии, пожалуйста, напишите. Мне очень любопытно почитать все, что вы думаете на этот счет. По пути, не забудьте там, кстати, поставить лайк. Но первое, на что я бы хотел обратить ваше внимание, это на то, что сейчас Центральный банк в каждой опции с цифровым рублем использует фразу «это в перспективе, на сегодня отличий нет, таких планов нет». Мы с вами наслушались подобных терминов. Наслушались, когда в планах не было поднимать пенсионный возраст, когда не было в планах менять конституцию и не было в планах судить за репосты. Однако мы это все сами видим, как все это четко реализуется в жизни. Поэтому вот это «пока что» в планах нет, это «пока нету». На мой взгляд, очевидно, что эта демократия в выборе валюты скоро закончится. Потому что ЦБ прекрасно понимает, что для того, чтобы контролировать денежные потоки, надо, чтобы эти потоки были. Поэтому всячески внедрять, так сказать, добровольно-принудительный цифровой рубль и однозначно будут. И быстрее всего будут вводить всю эту историю в бизнесе. Сначала будут говорить об удобности заключения контрактов и госконтрактов, а также об удобствах при оплате, например, налогов. В цифровом рубле платить налоги быстрее, может быть, даже выгоднее. А потом и вовсе будут принимать налоги только лишь в цифровом рубле и заключать смарт-контракты исключительно с привлечением цифрового рубля. Надо же как-то контролировать потоки? Надо. Вполне возможно, что и бюджетников переведут на цифровой рубль. Так же, как это, например, было сделано с платежной системой «Мир». Раньше она тоже позиционировалась как дополнение к визе и к мастер-карту, но еще до блокировок визы и мастер-карты это стала обязательной историей для всех бюджетников. Я просто представляю, как теперь учитель преклонных лет вводит белым мелом по деревянной доске в старой обшарпанной школе, но зарплату получает цифровыми рублями. Причем сначала скажут, что нет-нет, мы не заставляем вас пользоваться цифровыми рублями, вы можете пользоваться чем хотите, ради бога. Но просто государству так выгоднее, государство так экономит, когда платит из бюджета без комиссии, поэтому получайте цифровой рубль, а куда и как вы его потом потратите, это мы внимательно посмотрим. Что касается физиков, простых физиков, которые покупают картошку через QR-код в терминале, для них ничего не изменится. Знаете ли, не те потоки, которые нужно отслеживать. Так что если у вас нету миллиардов на счетах, то париться, как мне кажется, не стоит, и вполне возможно, это будет даже удобно для вас. Но вот что точно не решит цифровой рубль, так это проблема с коррупцией. А ведь именно решение вопроса коррупционного продавалось нам для необходимости внедрения цифрового рубля. Но я на данном этапе, пока разбирался в этом вопросе, не вижу вообще никаких механизмов. В концепции цифрового рубля, который публиковался в августе 2021 года, на этом канале мы разбирали эту самую концепцию, там была система распределенного реестра, или так называемого блокчейна. Когда я готовился к этому видеоролику, я почитал все законопроекты, почитал многие комментарии непосредственно от Центрального банка Российской Федерации. И знаете что? Ничего о блокчейне я там не увидел. Никакого распределенного реестра. Ну нету в законопроекте нету фразы распределенный реестр, и тем более уж там блокчейн. Если я ошибаюсь, и все-таки система распределенного реестра есть, то тогда действительно можно будет говорить о том, что здесь есть механизм борьбы с коррупцией. Но если я не ошибаюсь, и блокчейн остался только лишь в концепции 2021 года, а в реальности никак не реализован, то коррупционеры, они придумают способы обхода вот этих всех отслеживаний, может быть даже повернуть это в свою сторону. Потому что, например, ЦБ является имитентом цифрового рубля, что мешает очень быстро имитировать или абсорбировать валюту. Главное договориться. Продолжение следует...